Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы перейдем в такую важную тему, посмотрим в сортах томатов. У меня есть конечно любимчики 7 сортов томатов, от которых я никогда не откажусь. Почему? На своем участке я конечно использовал уже самые различные, ну где-то более 80 сортов гибридов. Прошло через мои руки. Многие гибриды голландские, российские я попробовал. Но как бы все это уже в прошлом. Почему? Гибриды мне не понравились по нескольких причинам. Значит не все гибриды растут в открытом грунте. Для большинства гибридов надо закрытый грунт. И все гибриды, как правило, это высокорослые, низкорослые такой и среднедетерминатных есть таких очень мало гибридов, полудетерминатных, если правильно говорить терминологию. Их мало. Значит сорта теплицы что? Теплица у меня стандартный размер. Вверху она имеет 2,20, по бокам она ниже. Гибриды вырастают 2,50, 2,70. То есть они начинают просто-напросто поднимаются вверх, начинают затенять и соответственно урожайно снижаться. То, что рисуется как бы в интернете, когда мы видим, что помидоры сверху до низу усыпаны кистьями, в такой маленькой теплице не получается. Потому что я объясняю затемнение и соответственно этой картинки, этой красоты в теплице нету. Это один нюанс. Ну, второй нюанс, как бы не хвалили гибриды. Любые гибриды, где стоит F1, нам семье, вернее всей нашей семье не понравились. Почему? Потому что он может быть и сладкий, но под кожицей всегда есть белесоватая полоска. Созревает он, не созревает белесоватая полоска. Ну, значит эти гибриды, конечно, хороши для чего? Они для транспортировки хороши, где-то их хорошо закатывать. Ну, ведь есть и сорта. Ну, урожайность гибрида колеблется где-то до 5 килограмм, 4-5 килограмм. Урожайность сорта, обычного сорта, старинного, к которому мы привыкли, ну, немного ниже, от 2,5 до 3,5 килограмм. То есть можно подобрать сорта, которые по урожайности будут почти приближаться к гибридам. Ну, вкусовые качества, аромат. Ну, цвет, то, конечно, всюду хороший, это самое, но ароматы будут совсем отличаться. Потому что, и вот эти сорта, хочу вас познакомить. Сорта, не скажу, что это новые, сорта как бы уже, ну, может быть, где-то и старые, где-то сорта уже возобновленные. Но, тем не менее, они всегда радуют меня хорошим урожаем. Ну, значит, вот здесь, вот здесь, если вы посмотрите, самый первый сорт челнок. Сорт челнок прекрасно подходит как для открытого грунта, так и для закрытого грунта. Значит, сорт вкусный как в свежем виде, так в консервациях. Он бесподобен консервациях. Вот можно увидеть, как это красиво смотрится все в баночке. Ну, по устойчивости фитофторы, конечно, гибриды может быть более устойчивы, чем сорта, но есть масса способов, как можно уменьшить трудоносцы фитофторы в ваших теплицах, о чем я чуть позже расскажу. Следующий сорт бананчик. Длинные, желтые плоды, кисти, прямо свисают плодов, тоже хорош как для защищенного грунта, точно так же дают прекрасный урожай и в открытом грунте. Загадка. Загадка, значит, тоже имеет, ну, эти два сорта челнок в высотах где-то полтора метра, бананчик метр, метр восемьдесят вырастает. Загадка. Загадка вырастает где-то метр двадцать. Ну, если выращиваете теплицы, значит, добавляете где-то 40-50 сантиметров. К этим размерам, плюс 40-50 сантиметров, это будет размер этих растений в теплице. То есть теплицы, они будут повыше. Загадка, тоже прекрасные круглые плоды, они хороши и в консервациях, ну, соответственно, все эти сорта и хороши в свежем виде. Ну, конечно, есть сорта, которые выращивают в теплице. Почему? Потому что они прекрасны и в консервациях, и хранятся долго в свежем виде. Сорт жираф. Сорт жираф, значит, в свежем виде может храниться до начала марта месяца. То есть, если раньше мы знали дебарава, так вот жираф, он более урожайный, более вкусный, и вот он может храниться до марта месяца. Ну, он очень бесподобный, если его засаливать. Этот сорт очень-очень-очень прекрасный. Ну, точно так же такое универсальное свойство и как бы в свежем виде, и у консервации хороший сорт лисичка. Сорт лисичка, это тоже бесподобный, кустики небольшие, где-то в теплице они вырастают метр десять, но они прямо усыпаны. Грозди, грозди, висят в грозди и весь усыпаны. Точно так же они радуются отличными урожаями и в открытом грунте. Ну, как бы все вот эти сорта, что он назвал, они среднего срока созревания, жираф позднего срока созревания. Ну, еще советую обратить внимание на очень вкусный помидор, который подходит как для открытого грунта, так и для защищенного, это медовый спас. Медовый спас это сибирская серия, там их много сортов есть разных, но нам больше всего понравился медовый спас. Плоды крупные, когда их разрезаешь, они зернистые, они ароматные. Сорт, конечно, бесподобный для употребления в свежем виде. Консервацию, конечно, он не идет, потому что размер плода очень большой, по 300, по 400 грамм. Крупные такие плоские плоды очень вкусные. Ну и, соответственно, у нас же есть и сорта, которые выращивают только в открытом грунте. Вот для открытого грунта, значит, у нас есть бета-альфа и розовый непосынкующийся. Розовый непосынкующийся. Бета-альфа сорт красный, а вот розовый непосынкующийся лучше нам нравится, чем бета-альфа в данный момент. Почему? Потому что его плоды более крупные, 100-120 грамм. Сорт низкий, не требует ни подвязки, ни прищипки побегу. Посадили и забыли. Вот именно за счет этих сортов мы обеспечиваем все закатки и потребляем плоды этих сортов весь сезон. Весь сезон они поступают к нашему столу. Хорошее вкусовое качество, вот и обеспечиваем салаты и закатки, и поэтому советуем и вам выращивать эти сорта. Успехов вам! Приобретайте эти сорта и садите на своем участке. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok